всем привет выехал сегодня посмотреть как растет мой зимой ячмень и решил заодно попутно снять небольшое видео на этом фоне всего как вы уже поняли из названия видео будет на тему чем же отличается маточная стада от первого сорта на днях меня была беседа с одним из подписчиков он не задал этот вопрос и я вспомнил как свое время мне тоже интересовал этот вопрос я много об этом думал конспирологические были у меня разные мысли на тему заговоров улитководов с целью нажиться на неопытных будущих фермеров за счет драй разницы в цене ну суть не в этом решил снять это видео чтобы все таки расставить какие-то точки над и чем в чем же есть эта разница изначально хотел сказать давайте определим что такое маточное стадо и что такое первый сорт маточное стадо это улика которая собирается во второй половине лета начиная с середины июля до середины августа до конца августа это та улитка которая еще не отложила игру она уже сформировалась выросла у нее загнулась губа но она еще не отложила игру первый сорт это улитка которая собирается начиная со второй половины сентября и до и пока не будет собрана вся она точно также сформировалась у нее загнулась губа но единственное отличие что она уже отложила игру землю спарилась и отложила игру это их отличие так плюсы и минусы какие я выделил даже точнее грини плюс и минус в чем их различие это первое это селекция если вы берете маточное стадо собранная в июле августе то есть у вас есть самая быстрая самая сильная улитка которая за три месяца два с половиной три месяца выросла до нужных размеров то есть у вас уже отобраны хорошие особи которые быстрее всех растут которые самые сильные у вас есть гарантия но есть уверенность что это улитка с минимальными потерями переживет зимовку улитка собрана как первый сорт то есть это улитка улитка которая потребовалась больше времени чтобы вырасти чтобы созреть и она может быть где-то чуть-чуть слабее то есть селекционные отличия присутствуют тем более вы когда собираете улитку на маточное стадо летом вы отбираете такую литку которую вы бы хотели себе иметь такого размера веса то есть 8-10 грамм и собирает к улитку вас есть определенная уверенность что она даст такое же потомство что гены будут такими же у ее потомство потребитель конечно это европа любит чтобы улитка была первого сорта и что значит первого сорта чтобы ее веса был 8 10 грамм чтобы она была одинакового размером когда я выложу на свою на полке супермаркете она была вся одна к одной поэтому качество маточного стада и соответственно качество потомство очень важно для нас что еще хотел сказать кать второе отличие это то что маточное стадо еще не откладывала икру улитка может откладывать икру до четырех раз если вы берете улитку первого сорта вы должны уже иметь в виду что скорее всего один раз она икру уже откладывала с каждым разом с каждым новым разом откладывание икры я могу сказать по себе качество кладок ухудшается то есть размеры коконов они все меньше и меньше сейчас уже на шестой неделе у меня очень часто попадаются коконы размером 8 в 10 яичек то есть вообще маленькие в отличие от первых когда там были 80 90 так на глаз коконы были размером со среднюю улитку то есть вы должны иметь что виду такие коконы вы уже можете не взять улитки соответственно с того же объема улитки первого сорта то есть если вы допустим берете 50 килограмм маточного сада и 50 килограмм улитки первого сорта то с первого сорта вы возьмете меньше икры соответственно вам нужно будет брать улитки больше вы имеете ввиду процентов на 15 нужно брать уже не 50 60 65 килограмм чтобы выйти на необходимое количество икры плюс вы имеете ввиду что смертность может быть выше у улитки первого сорта потому что она больше уже рожала и тяжелее если допустим у меня сейчас на 6 неделя улитка уже по три-четыре раза рожала у нее там смертность приличная то это нормально для нее на 6 неделя а если у вас такая смертность будет неделя на 3 то это будет конечно печально вы должны иметь ввиду что столько икры вам уже не даст первый сорт плюс все-таки разница в цене понятно да если вы поступите правильном возьмете допустим маточное стадо вы можете взять осенью по 8 евро принципе это та цена которая смотрю сейчас начинает формироваться если вы затянете до января февраля то у вас есть все шансы также как и я купить маточное стадо по 10 11 евро я брал по 11 евро потому что мне было еще меньше 100 килограмм так было цена 10 поэтому если вы планируете заниматься этим бизнесом планируете брать маточное стадо заказывайте его осень когда цена хорошая вы подписываете договор с поставщиком делаете мы предоплату улитка хранится у него в холодильнике когда вам уже нужно вы вносите вторую часть оплаты и забираете из его холодильника улитку уже везете к себе в маточник то есть цена первого сорта ну колеблется 3 примерно 3 там 3 с копейками евро за килограмм но вы должны иметь ввиду что улитки вам нужно будет первого сорта брать больше допустим если вы возьмете и так прикинул захотите взять 50 килограмм маточного ставда вам понадобится по 8 евро 400 евро потратить на 50 килограмм если вы захотите взять первого сорта вам нужно брать 60 уже килограмм по 3 это выходит 180 евро экономия 120 евро вы экономите на маточном стаде гривне это где-то 3800 гривен ну экономия да она есть ну блин это экономия такая очень сомнительно как по мне лучше здесь не экономить именно на маточном стадии попробуйте сэкономить на чем-то другом но возьмите лучше качественно на 50 килограммах вы сэкономите чуть меньше 4000 гривен но это вообще это не то на чем стоит экономить конечно же на большем объеме там сумма будет больше но и риски у вас больше вы понимаете что у вас будет капиталовложения больше на инфраструктуры и тут вы не уверены что можете что-то получить что есть риск потерять все я бы так не рисковал сутки и так как итог можно ли брать первый сорт для разведения улитки если вы хотите жестко сэкономить если у вас деньги ограничены скажем так если вы ездите на копейки а на хорошую машину денег нету живете с мамкой а на свою квартиру нету денег то да первый сорт для разведения принципе можно взять но ребята имейте ввиду что лично я бы не рекомендовал такое делать потому что это есть риски второе берите на себя все риски если что-то пойдет не так не нужно винить того человека кто вам продал потому что первый сорт не предназначен для селекции для разведения улитки если вы все-таки хотите основательно этим делом заниматься то возьмите лучше небольшой объем маточного стада на первый год как я там 70 100 килограмм уже осенью у вас уже будет достаточное количество маточного стада которое вам нужно там 200 300 килограмм у вас будет достаточно опыта для работы и стартуйте уже на тех объемах на которых вы хотели но вы уже будете гарантированно иметь хорошая маточная стада в котором у вас не будет сомнений и не будет таких огромных рисков ну в принципе это все что я сказал если кто-то что-то хочет дополнить пишите в комментариях с удовольствием обсудим этот вопрос если есть опытные фермеры пишите ваши мысли на эту тему будет очень интересно послушать потому что тема такая животрепещущая особенно в преддверии сезона думаю многие захотят начать и многих интересует этот вопрос вот ну так вот вроде бы все удачи вам ребята будем работать